Несмотря на то, что рабочий день у сотрудников МФЦ закончился, свободных мест в конференц-зале не было. Любой служащий – это прежде всего житель своего города, такой же, как и мы с вами. Поэтому вопросы задавались актуальные и волнующие всех и каждого. Это и парковочные места, и дворовое благоустройство, и бич современности, автомобильные пробки. Олег Хромов отметил, что лучшим средством борьбы с ними являются расширение старых дорог и строительство новых. Строительство новой дороги в объезд всех населенных пунктов, которые есть у нас. И Молоково, и Орлова, соответственно. Она пойдет по полям сейчас у многоэтажной застройки. На встрече были затронуты и профессиональные темы. Аудитория интересовалась последствиями объединения муниципальных районов в городские округа. Олег Хромов рассказал, что основная цель этой реорганизации – экономия бюджета. Только за счет консолидации пяти поселений мы ежегодно получили 140 миллионов экономии, живых где, каждый год. Оптимизация предполагает сокращение численности служащих. Освободившиеся средства идут на благоустройство и решение коммунальных проблем, а не на зарплаты сокращенным чиновникам, зачастую дублирующим функции друг друга. Однако, как отметил глава Ленинского района, сокращенные сотрудники не были брошены на произвол судьбы. В том числе и здесь присутствующие потеряли работу и перешли работать с муниципальной службы в МФЦ. Кто-то перешел в МБУ у нас на работу. Мы постарались все-таки всем предложить работу. В конце встречи глава отметил поощрительными грамотами наиболее успешных сотрудников МФЦ. Павел трудится в моих документах недавно, с августа месяца уходящего года, но уже отмечен как работник, внесший вклад в социально-экономическое развитие Ленинского муниципального района. Работы было много, старался работать добросовестно и впредь буду стараться работать так же. В свою очередь сотрудники МФЦ подарили Олегу Хромову символ наступающего года. Это шутливый подарок, который посвящен символу предстоящего года 2017-го. Мы знаем, что это год петуха или год куриц. Это такая стилизованная курица. Как отметил глава, подобные встречи плодотворны не только для него самого и сотрудников учреждения, но и для всех жителей. Ведь для оформления документов мы идем именно к ним. Такие встречи, они позволяют лично мне, как главе муниципалитета, делать соответствующие выводы, принимать управленческие решения, так как очень ценно именно вот такое общение от первого лица. И пусть их служба не так опасна, как поется в песне, но уж видна точно каждому жителю. Ведь хождение с бумажками по инстанциям – удовольствие сомнительное. И эти люди избавляют нас от этого. Илья Кремьев, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.